Руководитель украинской разведки, господин Буданов, отвечая на вопрос, как долго Россия может вести боевые действия высокой интенсивности, перечислил факторы, от которых будет зависеть недалекое будущее государства-агрессора. Среди прочего, системные изменения в российской экономике, внешние поставки товаров военно-технического назначения и психологический фактор – рост усталости от войны в обществе. Также он сказал, что война может идти еще долго, россияне просто не будут подписывать никакого договора с Киевом и коалицией союзников, и в дальнейшем будут осуществлять хаотичные обстрелы украинской территории, но без введения мощных боевых действий. В совокупности, значит ли все это, что эта война будет продолжаться еще долго? Ну, если говорить, если точно смотреть и принимать во внимание то, что сказал генерал Буданов, война может продолжаться достаточно долго. Может, а вот будет или не будет – это вопрос. А среди тех факторов, которые генерал назвал, есть очень важный фактор – это психологическая усталость, или, иными словами, готовность общества, но я бы добавил общества и армии, вести войну. Вести войну вот такой высокой интенсивности, которая идет сейчас. Вот здесь у меня большие сомнения, потому что армия российская совсем не та, которая была в начале 20 месяцев тому назад, в феврале 22-го года. Это совершенно другая армия, в которой значительная часть личного состава, если говорить о рядовых, это мобилизованные, которые сейчас уже устали от войны, устали, требуют замены. Они не говорят «кончай войну», они говорят «отпускай нас домой», а пусть на наше место придут другие. Проведите мобилизацию такого же масштаба примерно, как та, которая была проведена год назад. Вот пусть вот эти люди придут на смену нам, а мы пойдем домой к семьям. Ну вот нам платят прилично, там достаточно прилично по российским масштабам, и мы пойдем домой. Вот с такими настроениями особенно не повоюешь. А проводить мобилизацию ни политическое руководство, ни военное командование русских не хочет. По разным причинам, но не хочет. Значит, вот вам фактор психологической усталости армии, готовности армии идти в бой. Под Авдеевкой говорят, я не берусь утверждать, что это так оно и есть, но говорят о том, что мобилизованные уже коллективами, то есть это не единичные случаи, это групповые, отказываются идти в бой и говорят, вот тут есть у нас шторм «Зет», а это бывшие заключенные, бывшие уголовники, вот пусть они идут, потому что у них есть контракт, в контракте написано 6 месяцев или год, и у бывшего уголовника в армии никто держать не будет дольше, потому что он же человек, понятно, может в случае чего и командира застрелить, ему что. А вот мобилизованный, это нормальный русский обыватель, которого, значит, надели в военную форму, вот он требует, чтобы, ну хорошо, вот есть уголовник, и вот пусть они воюют, а мы находимся в разных правовых условиях. Мы, нас обязаны, нас будут держать до конца войны, так по указу президента номер 647, частичной мобилизации, а этот, понимаете, бывший убийца, он отслужит свои 6 месяцев, если останется в живых, значит, его отпустят. Несправедливо считают мобилизованные, ну и правильно считают на самом деле. Значит, вот психологический фактор в армии. А в обществе, ну тут сложнее, понимаете, потому что, ну население России, оно достаточно такое пассивное, мягко говоря. И, в общем, да, есть какие-то проявления там этих, значит, женщины выходят, верните наших мужей. Но опять-таки это ведь не прекратите войну, а это верните моего мужа, а пусть теперь чей-то другой муж там повоевает. Так что вот это нужно иметь в виду. Другой вопрос – это усталость номенклатуры, и особенно, так сказать, достаточно высоких слоев номенклатуры, потому как они-то страдают, у них есть там авуары за границей, у них есть домик где-нибудь там в Альпах, а в него поедать, добраться до него невозможно. Есть какие-то счета в зарубежных банках, которые тоже, в общем, как-то до них, не то что невозможно, но сложно ими пользоваться, там нужно на всякие ухищрения идти. Так что, причем для людей, понимающих в России, значит, номенклатура, в общем, понимает, что выиграть войну невозможно. Те задачи, которые были поставлены Кремлем 20 месяцев тому назад, превратить Украину в свой протекторат и развернуть ударные дивизии на польской границе, это задача недостижима, она, эту цель достичь невозможно. Сейчас, да и сейчас, в общем, точно никто не может сказать, а какая политическая цель войны. Вот война идет, а чего русские хотят в результате, непонятно. То ли выйти из войны более или менее, значит, ну, без, с минимальными, с точки зрения России, потерями, да, либо, значит, задержать, захватить какие-то территории в Украине. Ну, территории, да, кому-то это покажется очень привлекательным, а на самом деле ведь эти территории нужно удерживать, а население далеко не благосклонно к оккупантам. А есть расчеты, понимаете, для того, чтобы держать в повиновении, ну, контролировать территорию, да, населенную с враждебным населением, нужно определенное количество вооруженных сил, полицейских или солдат, офицеров армии на, скажем, на 100 человек населения. По-моему, нужно там где-то порядка 1 к 10, что ли, вот так, для полного контроля, да. Ну, значит, нужно несколько, как минимум, несколько десятков тысяч там развернуть вот этих контролеров, да, военных, Росгвардии и так далее, а это, значит, отвлечь большое количество ресурсов. В общем, тут есть масса проблем для России, которые, правильно говорит генерал Буданов, которые могут менять отношения уже не столько общества, сколько номенклатура к этой войне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин